Правосудие должно быть доступным. Для этого в судах, колониях и СИЗО области устанавливают систему видеоконференц-связи ВКС. Это один из залов Ивановского областного суда. Здесь несколько камер, мониторы и микрофоны. В режиме онлайн отсюда судья выслушивает мнение сторон по делу и выносит приговор. Два года назад в связи с изменением законодательства стало возможным вести удаленный допрос потерпевших, свидетелей, также посредством видеоконференц-связи, без непосредственного приглашения их в зал судебного заседания. Учитывая интеграцию этих комплексов в единую сеть по Российской Федерации, мы можем сейчас удаленно допрашивать свидетелей, потерпевших других участников процессов, находящихся в других субъектах Российской Федерации. Нажав несколько цифр на пульте, Андрей Ястребцев выходит на связь с Верховным судом России. Заседания сейчас нет, но столичный специалист по информатизации всегда на рабочем месте. Сейчас использованный видеоконференцем Российской Федерации достигает более 900 сеансов связи в день. То есть это более 900 судебных процессов. Ни у кого в мире такого нет. Чтобы обеспечить объекты такой связью, нужно тянуть оптоволокно. Подключиться к выделенным каналам могут только специалисты ведомственных структур. Запись судебного заседания не ведется. Так выглядит помещение с другой стороны монитора. Звукоизоляция на стенах, удароустойчивый телефон, по которому обвиняемый, подозреваемый или осужденный связывается с адвокатом. И факс. Конвойный сажает заключенного за решетку и направляет на него камеру. Эта практика широко используется с 2012 года. То есть у нас судебные заседания проходят регулярно, каждый день. Начиная с 9 и до 4 часов. Также проходит не только в Ивановской области с судами видеоконференц-связь, но и с другими регионами России. ВКС существенно облегчает правосудие. Не надо тратить деньги и время на обеспечение конвоя и автозака. Существенно сокращаются сроки рассмотрения дела. Система дорогая. Набор для зала суда полмиллиона, но она того стоит. В этом году в ВКС будут оборудованы 13 районных судов.